В Твери открылся первый в Верхневолжье Центр амбулаторной онкологической помощи. Он начал работу на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева по национальному проекту здравоохранения. Меньше чем за месяц работы медицинское учреждение приняло порядка 500 пациентов. На этой неделе с его работой ознакомился губернатор Игорь Руденя. Этот компьютерный томограф – главная гордость отделения лучевой диагностики нового Центра амбулаторной онкологической помощи. Аппарат, который сами врачи называют суперсовременным, позволяет уменьшить лучевую нагрузку на пациента до 15%. Кроме того, томограф в случае необходимости можно перепрограммировать, улучшив тем самым основные рабочие параметры. В таком случае не нужно будет покупать новую технику, достаточно провести апгрейд уже существующего оборудования. У нас тут более 150 программ только для врачей подготовили в дальнейшем, чтобы технический врач не занимался механической работой, ты просто уже внес определенную программу, и тебя уже позволяет нужные, необходимые органы посмотреть быстро. Ну, это быстрее, а как минимум количество пациентов может возрасти просто обзор. Пациентов с момента начала работы Центра амбулаторной онкологической помощи в медицинском учреждении приняли уже около 500. Учреждение было создано в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева по национальному проекту здравоохранения. ЦАОП состоит из трех блоков диагностического, который включает отделение эндоскопии, лучевой диагностики, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии. Как отмечает главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева Кориня Конюхова, задача Центра своевременно в короткие сроки поставить диагноз пациенту. Центр амбулаторной онкологической помощи, я их называю фильтрами между первичным звеном, где не всегда достаточно специалистов, где не всегда достаточно необходимой аппаратуры для того, чтобы своевременно быстро поставить диагноз. Врачи первичного звена, заподозрив заболевание, при минимальном количестве исследований отправляют пациентов в Центр амбулаторной онкологической помощи. И здесь, при том оснащении, которое мы сейчас имеем, мы просто обязаны в короткие сроки уложиться и поставить диагноз. Создание Центра амбулаторной онкологической помощи в Твери – первый шаг в реализации программы амбулаторной помощи в борьбе с онкозаболеваниями. К нему прикреплено около 480 тысяч человек. Это жители Твери, Калининского, Лихославльского, Конаковского и Ромешковского районов. Оснащенность учреждения высоко оценил губернатор Игорь Рудейн, а глава региона подчеркнул, технологии, внедренные в Центре, следует тиражировать и развивать в медицинских организациях области. В свою очередь, руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова отметила, что в учреждении созданы самые комфортные условия как для врачей, так и для пациентов. Редактор субтитров А.Семкин